Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля и очень рада вас приветствовать на своем канале. Для меня это видео дается на самом деле очень сложным, потому что я много раз уже говорила о том, что я очень люблю все свои ароматы. Я очень тщательно подхожу к выбору своего аромата, к покупке его. То есть я стараюсь как-то изучать все-таки досконально аромат перед тем, как его купить. Даже пускай это будет слепая какая-то покупка. И вот мне пришла в голову идея снять такое видео 10 ароматов на всю жизнь. То есть на данный момент я анализирую свое состояние. Я выбрала свои самые-самые любимые ароматы именно по моему сейчас внутреннему состоянию. Конечно же, не дай бог случится такая ситуация, что мне нужно будет выбрать только 10 ароматов. Но сегодня я хочу поговорить с вами о 10, по моему мнению, самых-самых выделяющихся ароматов в моей коллекции. Здесь будут в основном ароматы, о которых я вам достаточно часто говорю. Но я хочу еще раз вам об этом сказать, потому что я не устану о них говорить. Они прекрасные, они чудесные. Я действительно их очень сильно люблю. А также хочу вам напомнить о том, что я не успела снять это видео ко вторнику. Поэтому выкладываю это видео в среду. Сегодня последний день конкурса. Итоги будут подведены в 18.00 вечера. Хочу напомнить о том, что у нас с Ангелиночкой идут в телеграм наших каналах конкурс. Она вам подарит флакончик. А я вам подарю 3 замечательных нишевых аромата в отливантах. Поэтому участвуйте, пожалуйста, в конкурсе. Я хочу вам всем пожелать удачи. Ссылочку на телеграм-канал Ангелина и на свой телеграм-канал я, конечно же, оставляю внизу в инфобоксе. И перед тем, как мы перейдем к самим ароматам, хочу сказать, что видео снимаю при поддержке интернет-магазина парфюмерии и косметики randewoo.ru. Огромнейшее им спасибо. Там огромный ассортимент. Там есть парфюмерия, там есть косметика. Постоянно у меня скачет моя корзина избрана. Также очень часто бывают скидки, акции. Там огромнейшее количество аромобоксов. Там есть очень удобная опция оплата долями. И мой, конечно же, минус 10% промокод. Сейчас вы можете его наблюдать на экране. Обязательно оставлю внизу в инфобоксе, в закрепленном комментарии. Действует он от суммы заказа 2500 рублей. Суммирается со всеми действующими скидками и акциями на сайте. Итак, ароматы здесь такие. Ну, я, в общем, много уже вам говорила об этих парфюмах. Потому что я, мне кажется, не перестану и не устану говорить об аромате, если он очень сильно мне нравится. Вот сегодня мы с вами поговорим о моих прям таких вот фаворитах, фаворитвичах, от которых я вообще никогда, наверное, не откажусь. Но на данный момент, на данный период своей жизни я уже сказала то, что, в принципе, в жизни все меняется. Поэтому, возможно, я не отрицаю такой момент, что когда-нибудь я пересмотрю свои взгляды на эти ароматы. Но на данный момент они очень дороги мне и моему, конечно же, сердцу и моему носу. Первый аромат, с которого я хотела бы начать, это, конечно же, Tom Ford Metallica. Тоже уже много раз вам о нем говорила, даже отдельное видео снимала. Хотя для меня это не свойственно, потому что я, в принципе, не снимаю так вот отдельные ролики на какой-то определенный аромат. Но вот этот парфюм, это то, что влюбило меня в себя с первого вдоха. Это такой необычный аромат. Это единственный аромат в полном размере от Tom Ford, который имеется в моей коллекции. Потому что парфюмерия Tom Ford, она не является нишевой парфюмерией. То есть, это очень хороший, добротный люкс с очень хорошим ценником. Особенно сейчас. То есть, Tom Ford стоит каких-то, мне кажется, заоблачных цен. Собственно, аромат Metallica это очень интересный, очень необычный курманский аромат. Кто-то здесь слышит вареную сгущенку, кто-то здесь слышит просто сгущенку. Кто-то здесь слышит именно ваниль с альдегидными нотами. Я здесь слышу холодную, немножко загустевшую сгущенку. Именно не вареную вот этой вот жестяной банки. Потрясающий аромат. Он не очень стойкий. То есть, он неплохой шлейф себе имеет. То есть, на расстоянии вытянутой руки точно от вас будет слышен данный аромат. Но если говорить про стойкость данного парфюма, я уже много раз говорила, что частенько бывают такие моменты в комментариях, когда люди пишут, что блин, да на мне этот аромат держится там сутки, или он вообще на мне не держится. У меня достаточно горячая кожа. Я, если хочу, чтобы аромат даже самый нестойкий держался на мне очень долго, я всегда очень много наношу на себя парфюма, потому что с моей кожи ароматы слетают очень быстро. Не все, конечно, бывают такие легкие свежаки, которые могут продержаться на мне несколько часов, но это достаточно редко бывает. Поэтому вот обратите, пожалуйста, обязательно свое внимание. Тонфорд Металлик – это потрясающий аромат. Первый раз я его послушала и сразу же поняла, что мне нужно. И, конечно же, его заказала, кстати, на рандеву. Поэтому ссылочки на все ароматы, о которых я вам буду сегодня рассказывать, я также обязательно оставляю внизу в инфобоксе. Следующий аромат, о котором вам хочу рассказать, я с ним познакомилась из от Леванта. Спасибо огромное девушке, которая присылала мне данный от Левант, потому что это прямо стало одной из моих парфюмерных я. Я достаточно часто это говорю. Такая вот я разносторонняя личность. Это Карнер Барселона Тардос. У меня есть еще дынка для волос от данного бренда, с данным ароматом. Я обожаю этот аромат. Это очень женственный, очень красивый, пудрово-гелиотропный, немножко древесный аромат. И, конечно же, здесь доминирующая и солирующая нота. Это миндаль, потому что миндаль здесь звучит на протяжении всего раскрытия, всего звучания аромата. Безумно красивый. На мне этот аромат очень стойкий. На мне этот аромат очень шлейфовый. Я делаю на этом акцент, потому что некоторые девочки мне писали о том, что на них он как бы не особо-то и шлейфит, и не особо долго держится. Но вот я уже сделала пояснение, потому что восприятие кожи у нас у всех разное, и поэтому некоторые носы могут просто не слышать на себе некоторый аромат. Потрясающий аромат. Никогда, мне кажется, не устану вам о нем говорить, потому что я действительно его очень люблю. Мне очень нравится, как он раскрывается именно больше в холодную погоду, в ветреную погоду, потому что если тепло, жара, допустим, лето, теплые весенние дни, этот аромат может придушить. Возьмите его обязательно себе на заметку, потому что аромат очень красивый. Мне, к слову, в бренде Карнер Барселона, ну, маленькое, я бы даже так сказала, количество ароматов нравится, но вот этот, вот это прям я, моя женственность во флаконе, скажем так. Если говорить о женственности во флаконе, то, конечно же, я не могу не упомянуть об аромате Гуталь Тенуэ де Сойер. Много раз вам тоже показывала этот аромат. Он с таким вот помпончиком. Здесь вот эта погремушка, я ее постоянно фиксирую. Аромат безумно красивый, и на самом деле, когда я читаю его пирамиду, и когда я слушаю этот аромат, у меня немножко несопоставление, потому что я не слышу заявленной пирамиды. Многие этот аромат на фрагрантике, кстати, сравнивают с ароматом от Гуччи Раш, не Гуччи Раш 2, потому что Гуччи Раш 2 у меня был несколько раз в мои юношеские годы, я очень любила данный аромат. Его сравнивают именно с Гуччи Раш. Я честно признаюсь, я не помню, как пахнет Гуччи Раш классический, поэтому мне сложно сказать, но вот этот, это просто потрясающе. Я уже много раз тоже говорила, это аромат лоска, это аромат идеальной девушки, у которой волосок к волоску, она идеально одета, выглажена, никуда никогда не опаздывает, у нее холеная кожа, она здоровая, без вредных привычек. То есть это тот аромат, который наилучшим образом раскрывает именно женскую энергетику, и с этим ароматом хочется как-то и приодеться, хочется и осанку исправить. Ну то есть очень красивый парфюм, хорошо раскрывает именно женские, так можно сказать, чакры. Поэтому если любите такое вот уходовое направление, женственное, пудрово-цветочное, здесь, кстати, есть в пирамиде заявлена кожа, но кожу я на самом деле в этом аромате вообще не слышу. Если говорить про кожу, то хочу вам показать два кожаных аромата от Memo. А Memo вообще стали для меня открывателями кожных ароматов, потому что раньше кожи я, ну вообще, просто, мне кажется, на пушечный выстрел не подошла бы. Но после знакомства с ароматами, с нотой кожи у Memo, я пересмотрела свои взгляды полностью. И сейчас я хочу отметить итальянскую кожу от Memo. Это парфюм, в который я влюбилась, не могу сказать, что с первого занюха, но с первого шлейфа, если можно так сказать. Потому что, когда вы наносите этот аромат на кожу, когда вы наносите этот аромат на блоттер, это две абсолютно разные вещи. Кстати, хочу отметить такой момент, что у Memo, в принципе, есть такая фишка, что они раскрываются на коже и на блоттере абсолютно по-разному. Поэтому, если вдруг вам не понравился аромат на блоттере, попробуйте, пожалуйста, нанесите его на кожу. Потому что послушала его на блоттере, он мне как бы понравился, но я не могла определиться с данным ароматом. Заказала себе, кстати, пробничек полтора миллилитра на рандеву, и все, просто пропало с этим ароматом. Это очень яркий унисексовый парфюм, который будет сидеть красиво на мужчине и на женщине. Он с характером. Здесь достаточно такая грубая кожа, но эта кожа шоколадная. Здесь очень много томатного листа. Томатный лист, знаете, представьте, вы идете в магазин, берете вот эти вот красненькие, сочные, спелые наливные помидоры, на них еще есть листочки, на них есть кисточки, и кладете, допустим, куда-нибудь в теплое место. Листы томатные начинают разогреваться, и именно вот этот вот аспект присутствует в данном аромате. Здесь очень много бальзама, здесь много бензоина, здесь много ванили, то есть аромат действительно сладкий. Но здесь есть очень яркий, активный такой акцент кожи. Поэтому обязательно пробуйте, без затеста не берите, потому что многие его любят, это достаточно яркий, характерный, запоминающийся парфюм, но некоторые считают его, вот таким, скажем, too much. И вторая кожа, тоже совсем недавно вам о ней рассказывала, это уже версия, грубо говоря, Light, это Memo Ode Memo, аромат для меня на каждый день, это потрясающий парфюм. Это не тот свежак, не тот простой, банальный, обычный свежак, который можно, наверное, встретить. Здесь есть зеленый чай, я, по-моему, кстати, в предыдущем видео также рассказывала об этом аромате. Здесь есть большое количество цитрусов, здесь есть зеленый чай, и здесь очень красивая такая натуралистичная кожа. Кто-то говорит про этот аромат, что пахнет конями, а у меня не могу не согласиться, потому что, когда ты слушаешь из флакона данный парфюм, здесь действительно прям яркий такой акцент, звучание кожи слышится. Но когда ты наносишь на себя этот аромат, он вроде бы и освежает, но он и дает некой строгости. То есть для меня это аромат на каждый день. Если мне хочется просто приятно пахнуть, если мне хочется быть уверенной в себе, знаете, как-то собраться вот немножко в кучу, тоже говорила уже об этом, то я наношу именно этот аромат. И на мне, именно когда я ношу на себе, не на блотере, этот аромат начинает где-то, наверное, минут через 15 уходить немножко в такую сладинку. Но этот аромат сидит на мне недолго, поэтому я всегда обильно его на себя наношу, и от волос достаточно долго пахнет. Если хотите познакомиться с такой кожей версии Light, то присмотритесь к данному аромату, но кожа здесь действительно ярко слышится. Так, про шальную, немножко пьяненькую такую императрицу поговорим. Это, конечно же, Насомата Бараонда. Потрясающий аромат, в который я влюбилась просто с первого затеста. И для меня было очень удивительно, как я его услышала в первый раз в магазине, потому что то, что я услышала в магазине, вообще не сопоставилось по факту потом с пирамидой заявленной. Я уже тоже говорила и в телеграм-канале своем писала, куда, кстати, приглашаю вас еще раз подписаться. У меня две группы, одна про спиво, вторая та, которую я просто веду. И для меня первый раз, когда я послушала этот аромат, я услышала здесь кружечку чая, теплую обстановку и нежные, мягкие зефирки. Хотя здесь по факту амбретто, много алкоголя, много розы и молекулярные, такие вот древесно-молекулярные оттенки. Но когда я первый раз его послушала, мои ассоциации, мои восприятия именно было такое. То есть это очень уютный, это очень немножко такой вот кокетливый, пьяненький аромат, потому что когда чуть-чуть аромат посидит на коже, здесь действительно начинают раскрываться больше такие алкогольные аспекты. Но он потрясающий, это суперстойкость, это суперкрасивый аромат из категории гурманики. Небольшие объемы, 30 мл у них в принципе адекватная цена, но этих ароматов хватит на очень долго, потому что они очень концентрированные, их нужно совсем немножко и пахнуть вы будете очень-очень долго. Кожа на замшевые ароматы, то сейчас я хочу выделить имена от Илье Матери и Ирис Эбен. Ирис Эбен, тот аромат, который вытеснил, чуть-чуть не вытеснил, чуть-чуть подвинул из моего сердца французскую кожу от мема. Хотя я люблю и ту кожу, но если выбирать между двумя этими кожами, точнее даже замшами, то я бы, наверное, выбор свой сделала именно в сторону Ирис Эбен, потому что он звучит более многогранно. Я уже много раз говорила, что в принципе бренд вообще украл мое сердце. Я безумно полюбила практически все ароматы, которые есть в линейке. Два у меня еще новеньких появилось, я вам о них еще не рассказывала. Как раз их-то от Ливантики мы разыгрываем в конкурсе. Но они тоже очень красивые, чуть попозже вам о них расскажу. Это аромат про нежную, мягкую замшу и огромным количеством цветов. Здесь есть ирис, здесь есть ирисовая пудра, здесь есть фиалка. То есть это очень красивый аромат. Ароматы от Илье Матери, помимо того, что они такие вот аристократы, можно сказать, потому что это не кричащие, не убивающие всех на своем пути ароматы, они очень стойкие. То есть вы его наносите, он не будет от вас фонить прям очень сильно, ну, конечно, в зависимости от того, сколько вы его на себя нанесете, но они очень стойкие, действительно. Вообще, в принципе, присмотритесь к бренду от Илье Матери. Да, они не бюджетные, но это те ароматы, которые можно носить, мне кажется, вообще везде, потому что они политкорректные, то есть в офис, на работу спокойно их можно носить, и вы будете дорого-богато звучать, потому что именно такое звучание у данных ароматов. Если говорить про немножко секси-шмекси, то, конечно же, не могу не выделить аромат Индийская Венера, тот парфюм, на который меня подсадила моя подружка. Сейчас, кстати, она заказала себе уже второй большой флакончик, потому что это ее парфюмерное я. Вот для меня это тоже мое парфюмерное я, но в определенное настроение. То есть, если мне хочется немножко такого взгляда с поволокрой, он достаточно плотный, он очень сладкий. Здесь есть тростниковый сахар, здесь есть сандал, здесь есть большое количество белых цветов, здесь есть и ваниль, я бы даже сказала, немножко какой-то вот бензоиновости есть. То есть, ну, он действительно такой очень-очень сладкий аромат, но в тот же момент он не душит. Наносить я его не рекомендую много, потому что он очень сладкий, от него у некоторых может разболеться голова. Я люблю его носить вне сезона. Конечно, больше мне нравится, как он раскрывается именно в более прохладное время года, но и какими-то такими теплыми летними вечерами я прекрасно вижу этот аромат. У меня, кстати, подружка носит его вне сезона и круглогодительно, поэтому ее он вообще не смущает, ее он не душит. Очень женственный, очень такой сексуальный, красивый, томный аромат, поэтому тоже к нему присмотритесь, если вдруг с ним не знакомы. И осталось два аромата, которых я вам хочу рассказать, напомнить. Конечно же, аромат от Ксержов и Талика. Это тот флакон, в который, тот аромат, в который я влюбилась тоже после первого затеста, хотя супруг мне сказал то, что, блин, ну ничего особенного в нем нет. Но для меня, каждый раз, когда я наношу на себя этот аромат, он делает мне комплименты. Это очень-очень лактонный, очень сладкий, опять же, ванильно-миндальный, пудровый, я бы даже сказала, аромат. Порой здесь проскальзывает немножко такой, знаете, цианидный миндаль, который дает этому аромату чуть-чуть оттенок алкоголя, чуть-чуть такого вот направления амбретта. Но я не могу сказать, что прям вот алкогольность какая-то в этом аромате чувствуется. Когда ты наносишь, да, есть такие чуть-чуть пары, как будто бы где-то там что-то горячительное открыли. Но вот так вот прям алкоголем не пахнет. Пахнет очень вкусно, пахнет очень сладко. Здесь есть тофи. Аромат на мне очень стойкий и очень шлейфовый и очень громкий, что не всегда совпадает с отзывами других, потому что не на всех он сидит как-то вот ярко. А возможно из-за того, что я никогда не жадничаю в его нанесении. То есть я действительно обожаю этот аромат, всегда достаточно в большом количестве себе на себя его наношу. Возможно в жару он может придушить, но я очень люблю его какими-то опять же весенними такими ветренными именно вечерами. Осенью мне очень нравилось, как он звучал. Зимой, честно признаться, я не особо сильно, как-то не особо много его носила. Но вот осенью, в конец осени прям отлично заходил мне этот аромат. И последний парфюм, о котором вам хочу рассказать, тоже много раз уже говорила. Дорогая Поли от Вильгельм Парфюмерии. Еще раз хочу сделать ваш акцент на данный бренд. Там есть объемы поменьше, там есть полтинники, там есть двадцатки, там есть сотки. Ну то есть на любой вкус, на любой ценник там есть объемы, безумно красивые ароматы. У них, конечно, такие вот интересные оформления флакончиков. Но если смотреть на него вот так, то да, действительно, он очень красивый, как граненый стаканчик. Но в плане именно своей компактности он очень много места занимает. Дорогая Поли. Также в предыдущем видео о нем рассказывала. Это чай Нести, это яблоки, это цитрусы, это такой достаточно крепкий чай. Это, конечно же, пачка мокрых сигарет. Мне безумно нравится этот аромат, он имеет хорошую стойкость и он подчеркивает вот мое внутреннее состояние, когда я немножко такая, вот знаете, бойкая. То есть мне безумно нравится этот парфюм. На мне он, мне кажется, сидит очень гармонично, поэтому я обожаю его. Тоже, конечно же, всем его рекомендую, но обязательно попробуйте, потому что здесь есть такое вот раскрытие звучания табака, которое не все воспринимают, которое далеко не все любят. Поэтому попробуйте, я надеюсь, что вам он тоже понравится. Итак, на этом все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Не забудьте, пожалуйста, про конкурс, потому что буквально остались считанные часы. Конечно же, я хочу вам всем пожелать удачи. Огромнейшее вам спасибо за внимание, которое вы мне уделили. Пишите, опять же, свои любимые какие-то такие супер классные ароматы, от которых бы вы никогда в жизни не отказались. На этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее вам спасибо за внимание. Я вас всех обнимаю, целую и пока-пока.